Что-то у меня спаржевая фасоль вообще не прорастает. Я так расстроилась. Я же по второму кругу ее сажаю, а она не всходит. Почему? И щетка, щетка-мочалка не взошла. Тоже непонятно. Зато картошка всходит. Ну, ура! Зачем ты мне тут всходишь? Ты мне тут вообще не нужна. Где не прикапывали картошку, там нормально. Где прикопали, невозможность не бороться. Я жду спаржевую фасоль. Понятно? Картошка, ты не тут не всходи. Капа-ста. Да, я заговариваюсь очень часто. Потому что у меня очень уставший мозг. Хроническая усталость. Но я эту проблему решу. И речь моя станет нормальной, четкой. Четко выраженной. Надо немножко отдохнуть. Меня поймет только многодетная мама. У которой хроническая усталость, которая практически не отдыхает. Конечно, если человек не отдыхает, у него будет такая речь растерянная. Плохая. Мозг уставший, мозг уставший. Вот когда я пишу что-то, то мне легче выразить свою мысль, чем вот так сказать сразу в блоге. Ну, это все дело поправимо. Все будет хорошо. Многие с меня смеются. Не надо смеяться с мамой многодетной. Это не то, что я там пугаю. Я говорю, что лучше не надо. Для вас это будет лучше, если вы не будете смеяться с многодетной мамой. Почему? Потому что есть высшие силы, тонкий план. И карма. И карма, да. Я боюсь, что вот эти насмешки с меня могут вам навредить. Не советую, не надо. Кто верит в Господа, тот поймет, почему нельзя смеяться с людей. Которым в этой жизни не так уж и просто и легко. Который выбрал путь не такой, как в основной массе людей. Выбрал особый путь, осознанно выбрал этот путь. Нелегкий путь. С них не надо смеяться. Потому что такие люди под сильной защитой Бога и высших сил. И человек не всегда может себя защитить при нападках. То тогда начинают вмешиваться другие силы, высшие силы. Так что... Нет, я вас не запугиваю. Нет, конечно. Так, предупреждаю. Предупреждаю. Для вашего блага. Знаете, что такое карма и как она работает? И дедушка тоже рассказывал, что когда ломали храмы, люди, которые эти храмы ломали, разрушали, у всех была трагическая концовка в жизни их детей. Хотя дети ни в чём не повинны. Но они отвечают за грехи родителей. И дети очень плохо закончили. И их род не продлился. Поэтому очень-очень нужно быть аккуратным. Когда обижаешь другого человека, когда делаешь зло, намеренные преступные приказы, когда ты выполняешь незаконные преступные приказы. А те, кто не выполняет преступные приказы, это как подвижники считаются. Там тоже засчитывается на тонком плане и тоже меняет судьбу рода. Так что такие вот дела. Такие глубокие темы. Глубокие темы. Мы в них не вникаем, а нужно вникать. Смотрите, как красиво у нас цветёт клевер. Валера не успел покосить. А потом этот клевер насеется, насеется. Эта полянка будет клеверная. Я так мечтаю, чтобы вот эта детская полянка была клеверная. Знаете, чего не хватает на нашем участке? Так это улики. Улии. У нас бы был клеверный мёд, лавандовый мёд, голубичный мёд, лёновый, лёновый лёновый мёд. Хочу, чтобы тут всё было в клевере. Это так красиво. Я, кстати, намеренно его рассаживала сюда. У нас была очень красивая полянка у мамы с папой. Там мы жили у мамы с папой и Валерой. Пять лет мы там жили. Собирали денежку на новый дом. И были вынуждены жить пять лет с моими родителями. И делали там красоту. Валера построил красивую беседку из камыша. Ну как, не своими руками он нанимал. И сеяли вот такие газончики с клевером. Вот. И было очень красиво. Но маме нужен был огород. И мама убрала этот клевер. А я у неё собрала семена и прям выкапывала такими небольшими кустиками. И сюда перевезла. Маленьких шесть кустиков я перевезла сюда. Рассадила по всему огороду. Я хотела, чтобы он разросся. Но тут так жарко было. И он не смог разросся по всему огороду. И вот эти остатки. Тут был совсем один кустик. Кирочка маленькая посадила. Кустик один. И потом он как насеялся. И потихоньку всё увеличивается, увеличивается. Растёт и растёт. Но это когда влага. Тогда он растёт прекрасно. Но когда наступает вот эта жара. Он просто погибает. А весной опять возобновляется. И всё больше и больше разрастается. Красивше, красивше. Кому нравятся такие газоны? Не чистые такие, английские. Ой, как они называются, эти газоны цветочные? Альпийские? Нет. Забыла. Помнила, помнила и забыла. Вот. Это мой уставший мозг. Хочу сказать. Много мыслей в голове. А начинаю и всё забываю. Хроническая усталость. Так. Я уже дома поставила супчик. Гороховый. Дети пасутся, пасутся. Ещё уроки детей. Да. По поводу мартини и просека. Да, мартини тоже я не против выпить. Просека, мартини. Супер вообще напитки. Мне так в последнее время понравились. Именно вот лёгкие напитки. Ой, тяжёлые я не пью. Я не пью ни водку, ни коньяк. Вот вино пила домашнее. Но всё равно для меня и вино тяжёленький напиток. А вот в последнее время очень понравился вот эта просека пить вино. Но это и понравилось. Мартини вообще обожаю. Супер, супер, супер. Особенно в виде такого шампанского. Да, если хотите мне скинуться на мартини, пожалуйста. Я буду не против. Если будет повод, обязательно откроем и выпьем. За ваше здоровье. Кто прислал. У нас тут уже время обеда. Что вы кушаете? Расскажите. Конечно, гороховый суп. Салком. Салком. Клеб. Сметанка. Ир тоже решила себе сделать обед. То же самое, что я утром ела. Сегодня у меня праздник. Я сегодня жарю яйца. Рука всё-таки вспомнила. Вот такой рулетик получился. Вот мой ужин-обед. Ну что, тело у меня становится страннее и страннее. А лицо всё грустнее и грустнее. Надо что-то огурчик будет. Завтра. Завтра, обещаю, будет огурчик. Кто со мной, потерпите. Оно того стоит. Завтра будет всё. Почти всё. Мороженое. Нет, селёдку ты мне должен купить. На, я выхожу. Диеты. Дети поели клубнику. И ещё получилось закатать вареничко. Одну баночку себе на зиму. Нам как раз хватит. Клубника лучше идёт, чем черешня. Что-то черешню не сильно они едят. И клубнику тоже не особо. Наелись что ли? Вы что, наелись клубники не едите? Да? Это же Маша и Даша. А, Маша и Даша ещё оставили. Хорошо. Я готова на тренировку. Такой эти лепузики ещё. Но ничего. Кстати, бёдра торчат. А пузо не уходит. Это что такое? Ничего. Мы с ним справимся. Справимся. Пузо уйдёт. Животик мой. Уйдёт животик. Я в это верю. Я верю в себя. Так что, кто со мной, давайте. Кто ещё не присоединился, присоединяйтесь. Просоединяйтесь к здоровому образу жизни, к питанию, чтобы мы были куколками. И мы докажем, что после 40 лет можно выглядеть ещё лучше, чем до 40. Не все могут заниматься спортом. Но можете, как и я, просто наматывать шаги. У меня получается 3 раза в неделю, в основном 3 раза в неделю, получается намотать по 10 километров. Да? Ну, по 10 километров 3 раза в неделю. Тоже хорошо. Опачка. Вверх поднимаются ножки. Становятся стройными, более упругими. Тоже хорошо. Ещё иногда я хожу туда, на тренажёры. Покачаю 40 раз пресс. И нормально. Всё постепенно, всё потихонечку будем корректироваться. А, да, ещё по поводу талии моей дойти до 70 сантиметров. Не знаю. Наверное, будет сложно. Этот животик выносил 6 детей. И как бы 70 сантиметров. У меня, при моём весе, да, 68 килограмм, у меня талии вообще нет. У меня даже, я как яблочко надутая. У меня 80 сантиметров талии. Я худею в руках, в ногах, в груди. А живот у меня уходит в самую последнюю очередь. Да, была когда-то и у меня талия 60 сантиметров. У моей 17 лет. Но тогда я не была мамой 6 детей. Не знаю, реально это или нет. Но мне само интересно добиться каких-то результатов. Ну хотя бы в 75 я бы уже была счастлива, честно. Реально. Талия это самое моё проблемное место. Ну вот так меня природа создала. Видать, природа знала, что я буду мамочкой. Поэтому сделала вот такое мне тело. 8 часов. В часу вечера у меня уже настроение подымается в предвкушении, что завтра я уже могу себе позволить огурчик. Но я продержалась, я молодец. Три дня диета эта сложная, морально. Грустненько, что ты не можешь поесть то, что все едят. Очень было много соблазнов. В виде много вкусных фруктов, в виде клубнички, печенек, черешни. Но я держалась. Я держалась, взяла боль в кулак. И я молодец. Я молодец. Так, завтра. Что завтра? Завтра мы выходим из этой диеты. Выходим постепенно. Не спеша. На еду не накидываемся. Как бы еще два дня выхода. И на этих двух днях тоже будет немножко теряться вес. Ну, совсем по чуть-чуть. Результат, конечно, не такой, как был в предыдущий раз. Минус 4 килограмма. Но я довольна, что я скинула вот то, что на ела. И встала в свой обычный вес. Ну, а дальше будем просто правильно питаться. На ночь заделала водичку. Пол-литра. Я завтра, в последний раз, я пью пол-литра. А послезавтра я уже буду себя приучать выпивать по литру в день. Тихо! То есть я приучаю себя пить. Сначала я приучала по пол-литра. Оставляю себе баночку. Это чисто моя баночка. И приучаю пить. Я смотрю, о, моя баночка взяла по пиву. Вот. Скоро буду приучать себя литр пить. Знаю, как я буду пить. Я так часто забываю про воду. Но баночка напоминает. И мне нужно довести как минимум до полтора литра в день. Если я смогу еще потом больше выпить, то это будет замечательно. Это у меня пивунья такая. Это что за пивунья такая? Пивунья. Пивунья. Все, наш многодетный день заканчивается. Походит к концу. Будем отдыхать. Будем отдыхать и всем желаем мирной, тихой и спокойной ночи.